Мы уже рассказывали о том, как государственная поддержка помогает предпринимателям воплощать свои идеи в жизнь. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за последние три года социальные контракты в Славянском районе были заключены 49 жителями. В нашем репортаже речь пойдет о мастерской мотосервиса. Как известно, выбор мастерской для мотоцикла – вопрос весьма ответственный. Дело в том, что при некачественном его ремонте могут быть весьма неприятные последствия. В то же время квалифицированный мастер проведет все ремонтные работы в оптимальные сроки и с отличным качеством. Вот именно такой человек из Славянска-на-Кубани Антон Сухомлинов стал надежным техническим специалистом для множества мотолюбителей как из нашего муниципалитета, так и со всего края. Он прошел путь от мотоэнтузиаста до настоящего мастера по ремонту сложной техники. Бывают такие мотоциклы, с которыми я еще не встречался, и я берусь тоже за их ремонт. В принципе, все идентичное на мотоциклах. Такие же двигатели, у кого-то там рядная четверка, у кого-то V-образный двигатель и так далее. В принципе, одно и то же. Но если мне мотоцикл не знаком, я всегда клиента предупреждаю о том, что мне мотоцикл не знаком. Но я могу взяться за его ремонт, это будет чуть дольше. Информацию мы черпаем в интернете. Среди тех, кто увлекается мотоциклами, много грамотных и умелых людей. Но ремонт современного чуда техники – задача трудоемкая, требующая времени и специального оборудования. Так что легче обратиться к мастеру мотосервиса. Просто не хватает времени у людей. Человек может быть занят своими какими-то делами, бизнесом. А у нас сервис работает круглые сутки практически. Можно заехать и отремонтировать мотоцикл в любой момент. Да, я не спорю, что каждый человек по-своему грамотен в том или ином деле. И даже некоторые мотоциклисты, большинство этих мотоциклистов, они могут отремонтировать сами мотоцикл. Но, к примеру, даже если посмотреть на то оборудование, которое я приобрел, просто запрессовать пыльник и вилку, ты никаким другим способом это не сделаешь. Сделаешь, но можно повредить. Пыльник, а пыльник дорогостоящий. Узнав о том, что можно воспользоваться господдержкой, ему захотелось большего. Он оформил необходимые документы и заключил социальный контракт с государством. Благодаря чему получил дополнительные средства на развитие своего бизнеса. Предприниматель купил очень необходимое ему оборудование и инструменты. Выделили мне на покупку 250 тысяч рублей. Обратился я где-то, наверное, в октябре, октябрь и в декабре или в январе. Уже деньги мне поступили на счет. Был заложен один список для покупки, но цены немножко поднялись и пришлось что-то недокупить. Я все купил, предоставил чеки, все как положено. Меня проверили все полностью, все мои чеки. И, как вы видите, у меня в сервисе сейчас находится стол, здесь оправки для запрессовки пыльников, какие-то подставки для мотоциклов, шиномонтаж, ноутбук. Ну, то есть, это все я приобрел за средства государства. И за что им отдельное большое спасибо от меня. Герой нашего репортажа считает, что не стоит бояться, смелее идти вперед, используя все возможности. Опыт – дело наживное. Главное, чтобы было горячее желание развиваться. Что бы я хотел сказать начинающим предпринимателям? Не бойтесь. Идите вперед, идите за поддержкой. Где-то не дадут, где-то дадут. Но я думаю, что под лежачий камень вода не течет, и мы должны свое дело строить. То есть, пока мы не сделаем, никто не сделает. Да, это очень скромный бизнес, скромная самозанятость, но в целом она помогает к общему доходу, она приносит свой положительный вклад. Мастерская Антона сейчас приобрела новый, более современный облик. Он оформил самозанятость. В Славянском районе с его мотосервисом мало кто может сравниться. У него есть планы на ближайшее будущее. Это прежде всего приобретение помещения для мотосервиса, которое должно быть в два с лишним раза больше нынешнего гаража. В нем будет просторно и удобно работать. И хочется верить, что у мастера по ремонту мотоциклов все обязательно получится.